АПЛОДИСМЕНТЫ Проходите, гражданка Завадская. Присаживайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Прохладно тут у вас. Вы что, серьезно? Я в этом не разбираюсь, но даже мне понятно, что это дешевый фотошоп. Но себя-то вы узнаете? Ну, отчасти узнаю, конечно. Это мое лицо. Но с таким же успехом меня можно изобразить на слоне, не знаю, где угодно, в космосе. На слоне? Забавно, забавно. Но вот заявление от пострадавших. Вот от мужа Скибы, Светланы. А вот от отца, Натальи Вороновской. Эти женщины приходили ко мне в клуб и обучались полезным делам – танцам, графике, психологии. Ну, позвольте. У вас что, есть специальное образование? Вы понимаете, что ваши действия незаконны? У меня есть лицензии. Я мастер визажа и парикмахерского искусства. Вот именно. А при чем здесь психология, графика и танцы? Вы понимаете, что вы обманывали ваших клиенток? Если дойдет дело до суда, будет совсем другой разговор. Заявители подтвердят, что вы занимались незаконной деятельностью. Я просто уверена, что все это организовал мой бывший муж. Я от него ушла, и после этого он мне угрожал. И я думаю, что таким образом он начал мне мстить. Поймите, у нас в клубе никакого притона нет. Я просто хотела помочь этим женщинам… Послушайте, гражданка Завадская, у вас нет никакого законного права вести курсы по психологии и любые другие группы. Клуб придется закрыть. Покажете на выходе. Вы свободны. Покажете на выходе. Алло. Да, это я. Все в порядке. Она напугана. Я ее отпустил. Да. Сочтемся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сань! Понятно. Что? Опять? Динамо-машина? Угу. Позвонила, сказала, что ей не нужен, что Забугора, она и так каждый год ездит, так что… Так все же к лучшему. Ну, конечно. Но вот никогда она мне не нравилась. Ну, не пара она тебе, понимаешь? А кто пара? А знаешь, мне же как-то все равно. Пара, не пара, это какие-то тонкие материи. А в посольство, да еще на такой долгий срок, нужно с семьей ехать. Мне на это довольно таки ясно, намекнули. Какой нафталин, дружище? Ну, слушай, а в чем проблема, вот скажи? Ну, не интересуют тебя тонкие материи. Подходи к вопросу прагматично. То есть? Сейчас полно брачных агентств. Идешь, заказываешь себе знакомство. И погнал по всем твоим любимым параметрам, понимаешь? Что ты там любишь? Рост высокий, да? Глаза голубые, каштановые волосы, опа, как орех. Твоя тема? А по-твоему, что, коня выбираю? Да подожди ты со своим конем. Там есть тесты всякие, ну, на совместимость. Ты их проходишь. И на выходе, дорогой мой друг, получаешь что? Что? Надежную жену. Да пошла, но я просто никуда не поеду и останусь там. Ну, хорошо. Пойдем. Пойдем, брат, пив пиво. Пойдем. Обоим тебя. И твое это, удачное освобождение. Особождение. Здравствуй. Мы с Борей приехали. Не могла же я тебя здесь одно оставить? Вы меня здесь к жизни вернули. Спасибо. Честно говоря, надеялась, что хоть кто-нибудь придет, не испугается. Да я понимаю людей, конечно. Такой скандал. Столько пишут в соцсетях всякой гадости. Да, несправедливо. Ужасно все. Столько штрафов у нас. Придется все продавать. Столько купили кресла, компьютеры. Все продавать. Послушай, Стиша, ну, а может тебе к мужу вернуться? Он у тебя такой… Какой? Я не знаю, как сказать. Ну, так и меня разбрасываются. Нина Николаевна, этот человек хотел посадить меня в тюрьму. А может он не виноват? Это еще не доказано. Никогда не говори никогда. Я жизнь прожила и знаю. Я тоже хочу прожить. Свою. Сильная женщина. Клуб закрыт. Хозяйка обвинит правонарушение. Не верьте, ходила лично. Сайт закрыт. Ну, вот скрин там было классно. Так. Сильная женщина. Поможем вам найти себя. Консультация с одиннадцати в Осирковской шести. Ух ты. Заядного путешественница, любительница – нет. Владелица фэшн-бутика – нет. Собой – нет. Нет. Эти комнаты можно пока в аренду сдать. Каким-нибудь конторам. Могу помониторить. Слушайте, это хорошая идея. Давайте так и сделаем. Потому что уныние – это что? Правильно. Путь к неудаче. Так. А возьмите вот эти коробки, которые потяжелее, а я журнальчики. Ну, сколько можно? Чего? Каким-то идиотом себя чувствую. Почему? Ну, потому что, пока ты не перестанешь мне выкать, я буду чувствовать себя старым пнем. А я же… Нет, нет. Так это же просто как бы для конспирации. В институте и так все говорят уже, что я бегаю за вами. Серьезно? Ну, да. Я как бы не против. Зачем ты это сделал? А ты? Я же знаю, что это ты. Следователь твой. Комиссии. Штрафы. Да я плачу все эти штрафы. Вообще этот дом можем оставить себе. Или Марине, как ты захочешь. Я подала на развод. Ты еще не поняла? Я никогда, никуда тебя не отпущу. Потому что ты моя жена! Снежанна, прости. Девочка моя, ну, вспомни, как хорошо было. Ну, что мы делаем? Ну, девочка моя, я так не переживаю. Снежанна, держи, быстро. Снежанна, пойдем домой. Снежанна, пойдем домой. Снежанна, пойдем домой. Ну, что? Эй, ты чего? Что случилось? Нам надо продать этот дом. Эй... Здравствуйте. Здрасьте. Доварищ Викторович, это муж? Я? Нет. Наоборот, я бы хотел найти себе жену. Я прочёл вас на сайте, что у вас тут… Что у нас тут? Мы уже не работаем. А, извините, вы, наверное, неправильно меня поняли. Я вам всё объясню. Дело в том, что я работаю в посольстве, помощником консула. И мне предложили должность секретаря-консультанта. Поздравляю. И что? Да, и очень скоро. Мне надо уехать за границу, а туда надо ехать с женой. А искать её у меня времени нет. К сожалению. Том сказал, что мы тут занимаемся сводничеством. Ну, я прочёл вас на сайте, отзывы. Понятно. Вы перепутали нас с брачным агентством. Очень жаль. Но если у вас тут какие-то психологические тренинги, я с удовольствием оплачу курс. Что у вас за спешка? Я же вам объясняю. Просто дело в том, что я получил престижную должность. И меня ждёт очень важная поездка. Но есть пробел. Это заметно, да. Да. А по каким признакам? Видите ли, жену через брачное агентство ищут в себе либо очень неуверенные в себе люди, либо, уж простите меня, дон Жуан. Угу. Ну, будем считать, что я неуверенно чувствую себя женщиной. Я бы очень хотел побороть эту неуверенность. Борить. Ладно. Но если вы вдруг передумаете, то вот моя визитка. За спешку вдвойне плачу. Я вам сказала, мы не работаем. Ну, тогда в тройне. Я на столике оставлю. Снежа, а кто это? Почему он приходил? Перепутал нас с брачным агентством. А ты зачем ему отшил, а? Ты понимаешь, что это наш шанс? Это может покрыть наши штрафы. Ты опаздываешь в институт. Да пофиг на институт. Он готов заплатить деньги. А если мы реально ему жену найдем? Ну, почему нет? Ты понимаешь, что если я начну искать ему жену, это криминал? Ты понимаешь, что это судьба? Мы вчера мимо ЗАГСа проезжали, я его увидела. А сегодня он приходит сюда. Мы можем открыть новое дело. Как по-твоему я буду искать ему жену? Я не знаю. Я могу сыграть роль первой кандидатуры. Ну? Главное в это все ввязаться. А потом ты начнешь ему читать свои тренинги. Будешь давать ему задания, читать какие-то лекции. Все будет по-честному. Я не имею права сейчас проводить тренинги. Окей. Давай это сделаем на нейтральной территории. Ну, так сказать, в полевых условиях. А можете улыбнуться? Ну, как-нибудь по расслаблению-то, я не знаю. Так, ей в профиль, вот туда смотрите. Что? А зачем в профиль? Мы же не в полиции. Так просто, для разнообразия. Вот, смотрите, вот есть, так, ну это затылок, здесь глаза закрыли. Вот эта хорошая, мне кажется. А, а та предыдущая, нет? Ну, да. Ну, предыдущая, ну, предыдущая чуть смотрим. Давайте вот эта. Да, эта. Хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. Теперь анкета. Нет, вот сюда. Вот сюда. У нас все по фэн-шую. Так. Цель знакомства. Создание семьи, рождение, воспитание ребенка другое. Создание семьи. Знак зодиака. Близнец. Близнец. Хорошо. Так. Режим дня. Я сова, я жаворонок, я не определился? Не определился? Понятно. А вы выпиваете? Нет. Нет. А что вас раздражает в людях? Навязчивость. Навязчивость. Хорошо. Любимый цветок? Ромашка. Ромашка? Мила. Мне кажется, нам важно начать с внешнего вида. А что, простите, что-то не так? Ну, вы производите впечатление человека в футляре. Ну, у нас на работе все так одеваются. Это дресс-код. Ну, мы же с вами сейчас не о работе говорим. Вы знаете, мне всегда важно выглядеть нормально. Понятно. Нормально. Вы даже спите в галстуке? Да. Вы, кстати, почти угадали. Была действительно такая история к нам, когда шефы приезжали с подарками. Угадайте, что я у них первым делом попросил. Галстук? Да. Неожиданно. И мне тогда лет семь было. И один его с себя снял и мне отдал. И я в нем так всю ночь проспал. А какие шефы? Ну, в интернат к нам приезжали по разнарядке. Ничего себе. А как же вы… Ну, а что, ребенок из интерната не может мечтать о дипломатической деятельности? Да я не мечтал. Я просто действовал и поступил. Правда, по льготам, но знания у меня были хорошие, поверьте. А сейчас иду на повышение. Понятно. Ну, с работы у вас все отлично. Надо прорабатывать личные отношения. Да. Вот как раз и проблемы у меня с личными отношениями. Ну, понятно, почему. Из-за отсутствия семейного воспитания у вас есть пробелы. Вы можете назвать вещи своими именами. Я не обижусь. Да, это правда. Меня никто никогда не любил. И за ручку меня никто не водил. Мы с троим все ходили. К нам ко всем относились одинаково. И подарков под елкой не было. Так что работы у вас выше крыши. Спасибо. Пожалуйста, Борис Александрович. Доброе утро. Доброе утро. Что, проспала после вчерашнего? Да. Ну что, через три пары едем в клуб? Блин, просто планы немножко поменялись. А что-то случилось? Да. Но я вам потом расскажу. Хорошо? Ага. Роза в табаченном дыму Я никогда не увижу Когда мы будем выбирать кандидатуру? Как ты думаешь, у меня пошла бы сигарета? Ты меня слышишь? Ты видела? Я скинула тебе анкету на почту. И не стоит закуривать. Подожди, пожалуйста. Мне надо переварить все это. Мне просто жалко его обманывать. Да в чем мы его обманываем? Ты его научишь каким-то своим психологическим штучкам, тренингам, я не знаю. И все. А если я реально не понравлюсь? У тебя есть Борис. Борис – это мой друг. А Саша – это мой типаж. И он мне нравится. Ладно. Александр нам заплатил. Я там за штрафы отдала и еще кое-что осталось. Ты вот такие хотела? Махать, я прошу. Не надо меня обнимать. Ну, это же, типа, первый подарок от него. Не говори слово «типа». Терпеть его не могу. Мне очень нравится. Слава Богу. Давай сплоти. Ну вот, таким образом женщины чаще всего воспринимают излишнюю сдержанность за скупость и черствость. А человек просто боится показать свои эмоции, боится быть смешным или глупым. Вы когда-нибудь дарили женщинам цветы? Ну, естественно. Это банально. А незнакомым? А зачем дарить незнакомым женщинам цветы? Ну, просто чтобы увидеть реакцию для себя. Хорошо. А зачем мне реакция незнакомых женщин, если со знакомыми разобраться не могу? Чтобы получить удовольствие, увидеть радость и удивление другого человека. Вы должны понять, что спонтанные романтические отношения, в них ничего страшного и плохого нет. Это вам позволит избавиться от комплекса застегнутого воротничка. Попробуем? Ну, только если вместе с вами. Зануда. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно нам одну розочку? Здрасте. Конечно, можно. Какую цену розы? Пятьдесят. Возьмите, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну что, кому мы будем дарить? Ну, ей давайте. Здрасте. Это вам цветы от этого молодого человека. Нет, спасибо. Ну как, удачно? Угу, да. Ваша очередь. Так я ему так и говорю. Девушка, извините. Сейчас, призваню. Увидел вас и вот захотел подарить вам этот цветок. Ой, спасибо. Это розыгрыш? Да нет. Если вы его не возьмете, она меня уволит. А, поняла. Ну ладно. Ой. Да, спасибо. Прекрасно. Но четыре с плюсом. Что вы ей сказали? Ну, сказал, что если не возьмет цветок, то вы меня уволите. Правильно. Ну, пойдемте дальше. Ну, это уже как-то слишком. Вам не кажется? Сами пригласили в театр. Опаздываете. Спектакль уже начался. И что? Земля перевернулась? Не понял. Ну, опоздала. Ну, начался спектакль или что. Может, ваша девушка каблук сломала, или такси не пришло, или… Черт знает, что могло случиться. А вы ведете себя как зануда. Это что, очередной эксперимент, да? Как вы догадались? Вообще-то я с вами по театрам не собираюсь ходить. У нас с вами деловые отношения, тренинги. Снежана, это дурдом какой-то. Вы бы сейчас видели себя со стороны в свое лицо. Такое серьезное. Никакой радости в жизни. Кошмар. Ладно, если с театром не получилось, может, пойдем перекусим, а? Ну, пойдем. Здравствуйте. Пойдемте, я вас проведу. Какое интересное место ты выбрал. Неожиданно. Когда-то я была здесь очень счастлива, а потом очень несчастна. То есть? За своими страхами нужно бороться там, где они возникли. Присаживайтесь. Спасибо. Спасибо. Так что все в порядке. Прости, что? Да ничего. Здесь очень хорошая кухня. Может, я к тебе? Давай. Возьмите меня, ну? Угу. Спасибо. Прости. Да ничего. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вот этот столик свободен. Ух, верите. ПоехалиAS Ну, это частица… Ваша лазанья и кофе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть, ты хочешь сказать, что тебе понравилось, как за мной хаживают другие? Ну, а что? Я не должен был так говорить? Не, ну ты меня окончательно запутала. Так, хорошо. А что я должен был сделать? Вытащить тебя оттуда или подраться со всеми? А тебе разве не хотелось этого? Какие эмоции ты испытывал? Да я любовался тобой. Я радовался тому, что тебе хорошо. Я опять проиграл, да? Ну, если б твоя девушка вот так вот со всеми танцевала, ты что, даже не переревновал бы? Нет. Ревность разрушает. Честно говоря, тут ты мне ничем не поможешь, потому что я считаю, что если любишь, то ты радуешься тому, чему радуется любимый человек. Ты правда так думаешь, или ты придумываешь все это? Я никогда не вру. Снежан. Снеж, я что-то не так сказал? Ну, спасибо вам за то, что вы меня проводили. Да и не за что. Да ладно. Не бывает не за что. Вы этим нивелируете свой поступок. Хорошо. На здоровье. Так пойдет? Просто скажите, пожалуйста. Пожалуйста, Снежана. Пожалуйста, Снежана. Завтра придет одна из ваших кандидатур. Очень хорошая девушка, поэтому, пожалуйста, не опаздывайте. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, что? Он готов? Просто я устала. Ты мне сказала, что мы завтра встретимся. Я с парой отпросилась. Ну, завтра так завтра. Сама все это заварила. Сама будешь расхлебывать. Ложи спать. Ложи спать. Ложи спать. Ложи спать. Ложи спать. Ааааа. – Привет. – Привет. 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 Это Марина. Марина от Александра. Александр Марина приехал из Беличи. – Очень приятно. – Мне тоже. Очень. Так, и что будем делать? Вы меня спрашиваете. Что хотите, то делайте. Мои полномочия на этом заканчиваются. Можем пойти погулять? А мы можем? Перестаньте спрашивать меня. Вы можете, можете. Идите, знакомьтесь. Гуляйте. Марине очень понравилась ваша анкета. Правда? Вы ее читали? Правда, да. Ага. 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 Добрый вечер. Ты почему босиком просудишься? Да какая разница? Да плевать. Как прошло знакомство? Я влюбилась. Ты даже не представляешь, насколько он потрясающий. Так что никакого обмана, как ты боялась, не будет. Как он тоже влюбился? Я не знаю. Мы об этом с ним еще не говорили. Мы так гуляли, ходили в кафешку. Я ему рассказывала про Белич, и пришлось наврать про злую мальчику, у которой я там живу. Ну, в общем. Послушай, ты же понимаешь, что он может сделать тебе предложение в ближайшее время, потому что это его цель – жениться. И как мы будем выкручиваться, когда он поймет, что я твоя сестра, и все это глупые авантюры. Какая разница? Я думаю, к тому времени уже все будет хорошо. Все по-настоящему. Тем более, он же сам пришел сюда из чисто деловых соображений. А когда он влюбится, то все будет по-другому. Ну, и какая ему будет разница, кто ты мне? Ну, да. Наверное. Представляешь, я ему сказала, что у меня нет работы, и что я остановилась в общей жизни. Так он меня и нашел. Пожалел меня. Ты понимаешь, что жалость – это не все, что нужно для таких отношений, которых хочешь ты, именно ты. Хочешь и заслуживаешь. Ты чего? Мы сегодня только первый день пообщались. И ты сразу влюбилась. Да? Что тут такого? Ничего. ЗВОНИТ ПООДОЧНОГОС ЗВОНОК ЗВОНИТ ПООДОЧНОГОС ЗВОНИТ ПУГАЙС Алло. Здрасьте. А если кандидатура интересная, так в чем дело? Было тогда. Но, честно говоря, я не думаю, что это хорошая идея. Я не встречаюсь с людьми, с которыми мы закончили работать. Хорошо. Ладно, до встречи. Ах! Снежан, я бы хотел вас поблагодарить. И вы меня уже благодарили, и заплатили, и получили то, что хотели. Ну, или почти то, что хотели. Вы сами учили меня, что нужно делать спонтанные романтические постурки. Правильно. Только я к этому теперь не имею никакого отношения. Я же вам говорила, что вы нашли кровать. Хорошо, я... Я скажу прямо. Тима, очевидно, вас подвел. Вас, эту девушку. Так как? Дело в том, что я полюбил другого. Дело в том, что у вас не хватает мужества сказать в вашей кандидатуре об этом лично, то я ее оповещу. Не беспокойтесь. Снежан, ты что не понимаешь? Я тебя люблю. Снежан, ты невозможная, я исключила. Что-то не так? У тебя кто-то есть или ты замужем? Я еще не развелась, но это не важно. Это не главное. А что тогда главное? Я была в полиции, и на меня завели дело. Мы глупо обвинили в том, что это притон. Слушай, если ты думаешь, что это как-то повлияет на мою репутацию, то к черту ее. Снежан, я люблю тебя, и это главное. Я не хочу никуда ехать и жениться непонятно на ком. Послушайте, между нами исключительные деловые отношения. Я просто выполнила условия договора, вот и все. И вы просто принимаете желаемое за действительное. Еще и запудрили голову этой девушки. Это неэтично. А с моей стороны вообще не профессионально. Снежан, вы хорошо справились со всеми тренингами. Молодец. У вас замечательная кандидатура. Хорошо, я понял. Извините. Удачи. Поехали. Все на сегодня. Всем спасибо. Отлично. Аплодисменты. Коваленко, вы можете, пожалуйста, задержаться? У меня к вам вопросы по курсовой. Ой, простите. Я безумно, безумно спешу. Я же все сдала. Да, так я знаю. Но мы же договорились задержаться и позаниматься в винеурочной. А, блин, я забыла. Давай я завтра заскочу. Как это заскочу, Марин? Там такой эксклюзив. Или что, тебя это больше не интересует, то почему? Что-то случилось? Я влюбилась. В кого? Ты его не знаешь. Но я вас обязательно познакомлю. А, да нет, мне надо нас познакомить. Спасибо. Спасибо, что сказала. Хорошо. Идите, студентка Коваленко. Отлично. Тогда до завтра. Привет. А вот это поворот. Чем дальше, тем интереснее. Поехали. Опять. Пока. Пока. Говори. Мариночка, уговори вернуться. Ты что, вообще того или что? Ты мне сказал, что хочешь поговорить по поводу развода. Я первая буду против того, чтобы она к тебе вернулась. Ты понял? Подожди, послушай, послушай, мне не с кем поговорить. Я так скучаю по нашей жизни, по тому, как ты к нам приходила, мы пили чай. Какая у нас дружная была семья. Слушай, так ты же сам все разрушил. Ты обидел мою сестру, ты отнял нас в наш клуб. Все, Снежана подает на развод. Да, я виноват, потому что я дурак. Я потерял ее, я потерял все, что мне было. Да. Я что могу сделать? Послушай, я так не могу. Снежана не хочет меня видеть. Я так скучаю. Я дышать не могу. Ты сам виноват. Да? Ты так в этом уверена? Прости, пожалуйста, я пойду. Хорошо, подожди. Я тогда тебе кое-что покажу, ладно? Послушай, что бы ты мне не показал, я всегда была, есть и буду на стороне своей сестры. – Ты понимаешь? – Хорошо. Две секунды. Прости, я… Я не хотел тебе это показывать. Пойдем ко мне. Мариночка, ты прости меня, но я должен был тебе это показать. Но в конце концов, Снежана имеет право на свою личную жизнь. Ты успокоишься. Мало ли что, в жизни бывает. А сахар, мед. Слушай, уже поздно, я тебя сейчас домой отвезу. Снежана, наверное, волнуется. Она же знала. Я ей говорила. Что говорила? Что там у вас вообще произошло? Она же сама меня с ним свела. Она знала, что я влюбилась в него. Почему? Почему она мне не сказала? Ну, может, она хотела, чтобы никто об этом не знал. Кто не знал? Почему? Ну, я, например. Я, если честно, вел себя не очень-то. Она испугалась, наверное. Я ее люблю и, видишь, наделал глупостей. Да, она твоя сестра, но что ты знаешь обо мне? Поверь, в любом, в любой ссоре всегда виновата улыбка. Я свою вину не отрицаю. Да, я не обидел ее. Только я же ее не обижала. Почему она так со мной поступает? Она же никогда меня не брала. Я не знаю. Ты, может, ответишь ей и все-таки волнуется? Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!